Привет, на связи Ирэн Кольт и школа дизайна Савизард. В этом видео мы немножечко разведем теорию и определим математическим способом, как можно определить размер файла в пикселях, чтобы потом напечатать его в нужном качестве. Будем тренироваться на примере фигмы. Наверняка вы знаете, что в фигме пока нет возможности задавать размер файла в миллиметрах, сантиметрах, дюймах и так далее. То есть нам надо задать файл в пикселях, чтобы потом его распечатать. Так вот, как высчитать нужное количество пикселей, давайте будем разбираться. На самом деле этот метод, конечно же, подойдет для любых редакторов, но просто фигма стала таким камнем преткновения, в общем, будем тренироваться на ней. Итак, сейчас будет немножечко переворот сознания. Почему? Потому что на самом деле размер изображения в пикселях считается физическим размером, хотя пиксели вроде как виртуальная величина. А вот миллиметры, сантиметры и дюймы для электронной графики считаются логическим размером. Ну, потому что действительно, сейчас эта картинка вот такого размера, а тут я ее приблизила, и вот какого она размера, непонятно, да, но она стала явно больше, по крайней мере визуально. Давайте смотреть, как это работает. Например, вот эти две картинки одинакового размера с точки зрения миллиметров. Ну, здесь какое-то сложное значение, будем считать, что 350, это не важно. И та, и другая картинка 350 миллиметров. Но если я приближу и посмотрю вот на эту картинку, здесь видна каждая волосиночка, то есть качество картинки очень хорошее. А вот если я посмотрю на соседнюю картинку, то здесь, как говорится, пиксели торчат. Все очень просто. Так как физический размер вот этой картинки 1000 на 1000 пикселей, а физический размер вот этой картинки 300 на 300 пикселей, в результате получается, что в этой картинке больше пикселей, а в этой картинке меньше пикселей. Ну, и таким образом мы можем понять, подойдет ли картинка для печати, или же не подойдет. На самом деле, вот эти вот размеры, физические и логические, связанные таким понятием, как разрешение. Наверняка вы с ним сталкивались, и если занимаетесь печатью, то параметр 300 dpi вам наверняка знаком. Давайте тоже смотреть, откуда он растет. Разрешение – это отношение физического размера к логическому размеру. То есть, таким образом мы можем определить, какое количество пикселей приходится на определенное число, миллиметров, сантиметров и так далее. Отсюда следует обратная формула, что физический размер, то есть это вот как раз количество пикселей, равно разрешение, умноженное на логический размер. Эта формула нам понадобится чуть позже. Единица измерения у разрешения – это пиксель на сантиметр, ну или миллиметр, но более правильное значение – это все-таки пиксель на дюйм, но так как графика у нас разрабатывалась исконно в США. Итак, 1 дюйм – это у нас 2,54 см, ну или 25,4 мм. Эта величина стационарная, это число просто нужно запомнить. И мы подбираемся к таким понятиям, как PPI и DPI. PPI – это пиксель per inch, то есть количество пикселей на квадратный дюйм. А DPI – это dots per inch или количество точек также на квадратный дюйм. Вот эта единица измерения больше подходит для электронной графики, потому что здесь у нас пиксели, электронные единицы. А вот это измерение больше подходит для печатной графики, потому что dots имеются в виду физические точки краски, то есть количество точек краски на квадратный дюйм. Ну и более-менее стандартное значение для любой типографии – это 300 DPI. Давайте посмотрим на конкретном примере. Допустим, у нас есть картинка размером 1 дюйм, логический размер, и физический размер у этой картинки 300 пикселей. Если мы 2,54 см поделим на 300 пикселей, ну здесь получается сдвинуть надо запятую, да, 25,4 мм, делим на 300 пикселей, получаем вот такое вот сложное значение. Ну получается, что у нас пиксель очень-очень маленького размера, меньше миллиметра. Такая картинка будет у нас качественной, напечатается хорошо, то есть мы будем видеть ее цельной, ну например, как вот эту версию собачки. Давайте смотреть дальше. Вот у нас есть стандартная визитка. Кстати, вот такие вот размеры – это стандарт только для некоторых стран, ну в том числе для стран бывшего СНГ, и еще для ряда стран в других странах могут быть другие значения. Поэтому если работаете с кем-то из другой страны, обязательно уточняйте, какого размера ему нужно сделать визитку. Наверняка вы знаете о таком понятии, как вылеты, выносы, в обрез, подобрез. Это дополнительное небольшое пространство, которое добавляется, чтобы потом изделие можно было хорошо обрезать. Ну в принципе название говорит само за себя. Как правило, это значение от 2 до 5 мм, но я здесь добавила 2 мм. Получается, что размер вот этого изделия с обрезами – это 94 мм на 54 мм. Давайте рассчитаем значение в дюймах. 94 мм делим на 25,4 мм – это значение дюйма у нас. Получается вот такое вот сложное число – 3,7, ну и там сколько-то, сколько-то. 54 мм поделить на 25,4 мм – получается вот такое значение. В результате размер визитки – это вот такие вот цифры в дюймах. Давайте посмотрим, как рассчитать размер в пикселях. Вот здесь нам пригодится та формула, которую я показывала раньше. То есть это физический размер равно разрешение умножить на логический размер. Нормальное разрешение – это 300 dpi, но здесь я обозначила как ppi, потому что, если мы, например, будем создавать новый файл, то здесь будет обозначение везде ppi, ну в том числе вот 300 ppi. Пусть будет. В общем, получается, что физический размер в пикселях равно разрешение умножить на логический размер. Отсюда получается, что разрешение – это у нас 300 ppi, логический размер – 3,701 дюйма, но здесь я немножко округлила. И все это дело равно 1110,3 пикселя по одной стороне и 637,8 пикселей по другой стороне. Вот такой вот размер визитки у нас получается при разрешении 300 dpi. И, в общем, такую визитку уже можно будет напечатать. Давайте попробуем это создать в FIGME. Итак, я создала новый файл, назову его «Визитка». И теперь создаю, можно создать монтажную область или фрейм, как это принято называть в FIGME, либо просто можно создать прямоугольник. Ну, давайте создадим фрейм. Кликаю на инструмент «Фрейм», кликаю на сцену. Это получается размер 100 на 100 пикселей. И задаю то разрешение, которое у меня получилось. 1110,3. Ну, хотя запятые выглядят достаточно странно, потому что пиксель, по идее, величина неделимая. И второе значение – это 637,8. Давайте проверять. Вот такой вот достаточно большой фрейм у нас получился для обычной визитки. Это визитка с вылетами, с выносами. Имейте это в виду. То есть, если нужно считать без вылетов, без выносов, то, соответственно, нужно здесь делить и умножать не 94 мм, а 90. И здесь тоже 50. Делим на 25,4. Получим какие-то немножечко другие значения. Таким образом, можно рассчитать любое изделие. Не обязательно визитку. Можно, например, и трифолды, и меню, и все что угодно. Просто подставляйте нужные значения. Формула получается универсальной. Ну и, соответственно, если вам нужно рассчитать для другого разрешения, например, не 300, а 600, то тоже подставляйте соответствующие значения. Получите очень точные результаты. Да, здесь немножечко придется попотеть, вспомнить математику. Но, тем не менее, теперь у вас есть универсальный инструмент. И никакие дополнительные сервисы уже не нужны. На сегодня у меня вся информация. С вами была Ирон Кольт и школа дизайна Савизард. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями. Если кто-то занимается полиграфией, то такая информация будет точно полезной. Делитесь впечатлениями под этим видео. А в следующем видео я покажу, как создать космическую иллюстрацию в фильме. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok